Девушки отдыхают Они следят или они наблюдают Кинокартина снималась осенью 2013 года в Румынии Несмотря на то, что местом действия заявляется Молдова Один из режиссеров, Джей, до съемок был автором сценария таких мультсериалов Как «Губка Боб», «Эй Арнольд», «Крутые бобры» Второй режиссер, Мика, являлся сценаристом видеоигр «Call of Duty», «Destroy All Humans», «Трансформеры» и многих других В общем, встретились два талантища Один комедийного жанра, другой мастак рассказывать истории в играх Но что они могли еще снять? Естественно, кино в жанре мокюментарии Псевдодокументалистика Джей Лендер вложил в фильм массу забавных моментов А Мика Райт, словно в компьютерной игре от первого лица, ведет привычное для себя повествование Ребята, естественно, являются и сценаристами этого забавного фильма Как я уже сказал ранее, фильмов на подобную тематику снято бесчисленное множество Были и с экзотическим колоритом Это когда американцы, естественно, приезжали в какую-нибудь отставую, богом забытую страну По их мнению, с чужой культурой И в конце фильма расплачивались жизнью за незнание местных нравов или какие-то другие косяки Думали-думали режиссеры Джей и Мика, куда отправить героев в фильма И нашли на карте таинственную страну Молдова Поместили место действия в дремучую деревню Павловка Или Павловка И погнали Отдельного внимания в данной кинокартине заслуживают жители А именно, как их изобразили режиссеры Жители села Павловка словно калька с культовой игры Resident Evil 4 Видимо, это была идея Микки Райта Он, как человек, варящийся в мире видеоигр, придумал использовать образы из замечательной игры Выставив жителей полными кретинами, живущими в Средневековье Хотя это далеко не так Молдова уже давно не одна из республик СССР А замечательная страна с замечательными людьми, которые в ней живут Задачей режиссеров было развлечь американских зрителей Показав им идиотский и дремучий мир Восточной Европы Жители которой живут в своем бульоне и плюют на демократические устои Оставим это на совести создателей Вернемся к фильму Американцы, а точнее съемочная группа шоу «Охотники за домами» Приехали в Павловку, чтобы навестить участницу шоу Которая полгода назад приобрела здесь домик Избу для постоянного проживания Большую часть фильма американцы окунаются в чужой для себя мир славян Совершая идиотские поступки и постоянно высмеивая между собой порядки и жителей поселка Павловка Вообще было слишком много шума от них на протяжении всего фильма Возможно это такие типажи героев А возможно эта линия поведения соответствует их повседневной жизни Ведь в случае опасности герои крикливо заявляют, что они американцы Видимо это такая своеобразная бронь за пределами их страны Причем это я наблюдаю уже не в первом фильме Любопытная конечно тенденция Герои умудрились парой глупых выходок настроить жителей против себя Но и это еще не все Потусторонние силы решили также поучаствовать во всей этой заварухе И надавать на орехи и американцам и молдаванам в лице жителей Павловки Что можно рассказать об актерах этого фильма? Артисты малоизвестные Засветились в многочисленных сериалах и короткометражках Ну а что вы хотели при бюджете в 3,5 миллиона баксов? Отдельного внимания заслуживает актер Дмитрий Дьяченко Который сыграл местного барыгу Владимира Он же риэлтор и плюс еще 100 профессий И одетый как щеголь из 70-х годов Позабавил Спецэффектами занимались малоизвестные специалисты Засветившиеся на последних частях восставшего из ада И возвращение живых мертвецов Ну короче вы поняли Трэш еще тот В этом фильме эффекты конечно не уровня Кэмерона И даже не уровня Бекмамбетова Но все-таки доставляют Несмотря на то что фильм снят в жанре псевдодокументалистика Дергания камеры совсем не напрягают Музыка в фильме годная А сцена в кабаке тянет на полноценный музыкальный номер Чем-то отдаленно этот фильм не напомнил вторую часть Блистательного во всех отношениях расхитителей могил Там потусторонние силы также были не против попиариться с помощью документалистов И не препятствовали съемке А также как и здесь способствовали съемочному процессу По сюжету фильма Ну да ладно Может показалось А если кажется то надо креститься По религии здесь тоже маленько проехались Показана сцена убийства ведьмой священника Да и крест, которым пытались угомонить разбушевавшуюся нечистую силу Оказался бессилен Зато видеокамера оказалась самым сильным оружием и защитой Ну что ж, можно закрасить еще одну страну Где злобные местные жители и ведьмы напугали заокеанских зрителей Сколько еще мест для съемок таит загадочная и красивая восточная Европа Фильм повеселил Смотреть всем любителям псевдодокументалистики А также любителям мистических фильмов с колоритом старых деревень Ну и поклонники Резидент и Вил-4 зацените Как жители испаноговорящей деревушки перекочевали в село Павловка Или Павловка